Итак, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее утро! Муадим Лесимха, Зманим, Уходим, Лесосон, так говорят сейчас. Муадим Лесимха – это времена для радости. И Зманим в... Муадим Лесимха, Зманим, Уходим, Лесосон. Времена и праздники для ликования. И мы сегодня как раз на уроке разберемся в этом вопросе радость, ликование. Царь Самон, вот сегодня как раз в 23 главе, 24 отрывок, он как раз и говорил нам о радости. И вот мы сейчас эту тему раскроем. Значит, буруха то, дуйной, эдуэйну, мэлека олям, шакольный абидорой. Сука, кофе. Вот что это? Это радость или не радость? Это радость. Для меня это большая радость. И особенно большая радость, что можно проводить урок Торы и со всего мира у нас, вот из Гадича, вообще со всего мира. И сегодня как раз урок для поднятия Лилу Нешма, для поднятия души Роза Бат Борис. Вот пишет Яков Шатадин, он у нас директор, директор порталового икра по связям со всеми, с партнерами проекта, с теми, кто помогает, с теми, кто раввины, которые преподаватели Торы. Вот Яков Шатадин, запомните его, да, привет, привет всем, Михаилу привет, всем привет. Значит, и вот он как раз, если вы хотите для поднятия души родственников, или посвятить урок какому-то важному делу, и чтобы этот урок увидело много людей, мой урок или какие-то другие преподаватели, связывайтесь с Яковом Шатадином, и он вам обязательно поможет. Вам поможет, все расскажет, как это можно сделать. Хорошо, друзья, значит, все, мы начинаем, продолжаем изучать Мишлей, 23 глава, 24 отрывок у нас сегодня, и в 24 отрывке царь Соломон нам как раз и говорит про радость. Вот сейчас время радости, и он нам говорит, он нам советует так. Значит, он говорит нам, диль ядиль ави цадик, юлет хахам вейсмах бом. Дословно перевожу, очень-очень интересный отрывок, потому что почти каждое слово читается не так, как пишется. То есть, есть у нас традиция, передается устная традиция, как каждое слово читать, на какую даже мелодию. То есть, когда читают, например, какую-то книгу из письменной Торы, когда читают ее в синагоге, профессионалы, те люди, которым посвятили этому свою жизнь, есть на каждый отрывок есть традиция, как его надо читать. Значит, дословный перевод. Диль ядиль ави цадик. Значит, ликуй, ликуй, ликуй. Прямо диль это как от слова ликовать. Хава на дива. Знаете, есть песня? Ава, на дива, ава. Так это давай, переводится, давай ликовать. Ава, на дива. Давай вместе будем ликовать. Вот это вот, знаете, еврейская песня такая? Ава, на дива, ава. Дословно, ава, давай, на дива ликовать. Значит, здесь говорит нам царь Соломон в 24-м отрывке 23-й главы. Диль ядиль ави цадик. Ликуй, ликуй, то есть дважды ликуй, ликуй в квадрате, отец цадика, отец праведника. А тот, кто родитель умного мудреца, пускай радуется в нем. Ну, казалось бы, все понятно, да? Простой человек послушал. Ликуй, ликуй, отец праведника. И радуйся, родитель умного. Какая тут глубина? Теперь давайте посмотрим, какая тут глубина. Значит, ликование, ликование, это яркая форма радости. Она обычно происходит, ликование, когда неожиданная какая-то радость, да? Вот человеку говорят, ты выиграл миллион долларов в лотерее. Он, вау, там миллион долларов в лотерее я выиграл. Или ему говорят, у тебя после 10 лет, что не было ребенка, родился сын. И он такой, вау, родился у меня сын, все, он ликует. Или нашел, там, ликование, это когда что-то новое и что-то неожиданное. И тогда у человека есть такой выплеск, большой выплеск радости, да? Значит, кто такой, мы разобрали, что такое ликование. Теперь дальше. Кто такой отец? Кто такой отец? Отец, это не обязательно тот, кто родил человека. Это мы учим из того, что когда Бог сказал, Баним, Атем, Ляшем, Элокехем, когда Бог сказал, сыновья, вы для Бога Всесильного нашего, вашего, то, или когда мы обращаемся к Богу, мы говорим в молитве, Авину, Малкену, Папа наш, Царь наш. Когда мы говорим Богу, Папа наш, Отец наш, мы же не имеем в виду, что он нас родил. Мы имеем в виду, что мы имеем в виду. Отец, это тот, кто передал сыну свою, он его воспитал, вот это есть слово красивое, Отец он воспитал. Теперь, тогда нам становится более понятно. Ликуй воспитатель цадика. Цадик это праведник. Значит, когда человек рождается, то у него, в принципе, все идет с неба, все запрограммировано, все в этом мире запрограммировано, кроме одной вещи. Одна эта вещь какая? Это страх перед Богом и трепет перед Богом. И будет человек цадиком или будет он злодеем, это не запрограммировано. Это ежесекундный выбор каждого из нас. Ежесекундный выбор каждого сделать заповедь или нарушить. Сделать добро или сделать зло. Потратить время впустую и сделать кому-то еще и неприятно этим. Или же сделать, вдуматься в какую-то вещь, которой ты занимаешься и найти в ней связь со Всевышним. То есть цадик это тот, кто выбирает все время связь со Всевышним. И это очень тяжело выбрать. И цадик это очень положение нестойкое. Мы когда-то даже учили, что когда человек женится, например, и он говорит девушке, жене, выходи на меня замуж на условие, что я цадик. А потом выяснилось, что он вообще не цадик, что он злодей. Спрашивает, а состоялась свадьба? Он же нарушил условия. Он же сказал, я цадик. А оказалось, он не цадик. Так что он, значит, ей дед разводное письмо не должен давать, потому что это был обман. Говорят, нет, должен дать разводное письмо. Потому что, может быть, в этот момент, когда он ей давал это кольцо и говорил, что этим кольцом ты посвящаешься мне. Может быть, в этот момент он и был цадиком. Может быть, в этот момент он раскаялся, хазар-быт-шува. Он в этот момент принял на себя решение полностью никогда не грешить, ничего не делать. И в этот момент он и был цадиком. Так вот, нам сейчас говорят, смотрите. Воспитатель цадика, вот этот отец цадика, если он видит, что в этот момент, что его сын цадик, или он сам цадик, он должен ликовать. Это долго не продлится. Это волна такая, что нету цадика, о которой не согрешил, говорил нам царь Саламон, что даже цадик, он все время находится во внутренней борьбе. Он все время находится во внутреннем таком, как сказать, борьбе между добром и злом. Теперь дальше. И пусть радуется тот, кто родил Хахама. Родитель – это биологический отец. И биологический отец, он передает качество ума, которое называется мудрость. Не мудрость, это называется... Вот я вам так скажу на моем примере. У меня папа, он мог играть в молодости на нескольких досках вслепую. Он был изобретатель, ученый-изобретатель. У него память была невероятная. То есть вслепую играть в шахматы на нескольких досках. Понятное дело, что он мне передал какие-то качества мышления, которые мне позволили выучить иврит, выучить еще несколько каких-то вещей полезных. То есть мне, в принципе, легко учиться. Но мне не легко заставить себя учиться. То есть родитель, он передает качество. А вот это вот качество характера заставить себя учиться. Выбрать, учить Тору, а не сидеть там развлекаться, смотреть сериалы или там лазить в Инстаграме. Это все уже выбор человека. Этот выбор ежесекундный. А качество ума, это папа, если передал, и мама, родители передали, что он умный такой человек, у него ум хорошо работает, значит, они могут уже все время радоваться. То есть ум, он уже никуда не денется. Как говорят, человек умный, он и умный. А вот будет он праведником или злодеем, это его свобода выбора. Если он выбирает путь добра, значит, в этот момент можно и нужно ликовать. Вот такая вот глубина в 24-м отрывке, который нам объяснили наши мудрецы. Теперь 25-й отрывок. 25-й отрывок. Значит, 25-й отрывок, Царь Саламон опять углубляет тему радости. И он опять говорит, Исмах, Авиха, Веймеха, Ветагель, Йолаттеха. Он говорит, но несмотря на все это, пускай радуется постоянно твой папа тоже. Исмах, Авиха, Веймеха. Пускай радуется твой отец и твоя мать. Здесь используется опять выражение воспитателя, те, кто тебя воспитали. Пускай они радуются. И Ветагель, Йолаттеха. И пускай ликует твоя родительница, значит, родительница пускай твоя тоже ликует. Почему они все должны радоваться и ликовать? Потому что все и воспитатели, и родители, они выполнили свой, одну из главных заповедей. Первая заповедь, которую Бог дал людям, это плодитесь и размножайтесь. Плодитесь и размножайтесь, он сказал, и населяйте землю. И это очень важная заповедь, потому что если ее не будут выполнять люди, кто будет населять землю? Кто? Никто не будет населять землю. Поэтому уже в момент, когда ты родил, ты в этот момент должен ликовать и радоваться, потому что ты выполнил одну из главных заповедей, которую Бог сказал делать. А если уже ты воспитал хорошо, вот этот отец и мать, они воспитали, они передали ребенку любовь к Всевышнему, они передали ребенку то, что называется мусар, это умение управлять собой. Потому что когда отец и мать учат ребенка, чтобы он сам научился управлять собой, своей жизнью, вставать по утрам, любовь к учебе, любовь к торе, любовь к заповедям и так далее, то они могут уже быть все время радостные и счастливые, они выполнили свой долг. Интересно, что в иудаизме в 13 лет, значит, в 13 лет, когда сын становится совершеннолетним, да, это бар-митсва, он становится бар-митсва, сын митсвы, он уже тогда через заповеди, он присоединяется лично к Всевышнему, и у него появляется личная связь уже со Всевышним через заповеди. У него до 13 лет нет то, что называется ецертов, это доброе начало. То есть он до 13 лет, он такой, как козлик такой, как, ну вот, подросток, он такой весь, он непонятно, его снаружи воспитывают, снутри его колбасит, он еще ребенок, тело у него, оно вдруг выросло, непонятно куда. И, значит, получается, что в 13 лет у него появляется уже, оп, связь со Всевышним. Он становится бар-митсва, сын митсвы. И когда он выходит к Торе первый раз в синагоге, и папа выходит с ним, и папа говорит, благословен ты Всевышний, говорит такое благословение, что ты меня теперь освободил от наказания за этого. То есть теперь вот этот вот, в 13 лет, сын мой, он теперь сам связан со Всевышним. У него есть Тора, у него есть заповеди, у него есть мозги для того, чтобы учиться и соединяться со Всевышним. У него есть страх перед Богом, и отец должен был его научить через страх перед Богом вся система воспитания царя Соломона, что отец он передает строгость сыну, и он его должен прямо, он нам говорил, бей его, до 13 лет, кстати, можно бить, после 13 лет уже бить нельзя, потому что, нельзя, в общем, нельзя, я не буду сейчас сдаваться, нельзя бить после 13 лет. Но до этого он должен прям реально понимать, что плохие поступки в этом мире наказываются. И когда он это прям почувствовал на себе через тело, то у него есть шанс идти по жизни по правильной дороге. Теперь, значит, с 13 лет он уже через заповеди Тору, он уже сам зацеплен на Всевышнего, но до 20 лет его не наказывают за его преступление. Как, знаете, есть земной суд, он похож на небесный суд. Есть условный срок. Вот человек совершает преступление, ему говорят, смотри, тебе сейчас дается 5 лет условного наказания, но ты не в тюрьме. Еще раз нарушишь, значит, тебе дадут и за второе нарушение, и вот за этот вот условный срок тебе тоже, он на тобой висит. И до 20 лет все неправильные поступки, все грехи, они копятся, 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 дай возможность человеку вырасти, осознать и успокоиться. И с 20 лет, когда он уже становится, уже такой вот должен, по идее, стать, 20 лет заканчивается вот эта подростковая тупость, и в 20 лет он уже имеет возможность лягзорбы чува, раскаяться. Это самый большой подарок, который Бог дал людям, чува. Когда ты раскаиваешься в своих старых поступках и принимаешь на себя решение в будущем этого не делать, то тебе старое стирается. Это самый большой подарок, который Бог дал людям, возможность раскаяться и исправить свое прошлое. Это удивительная вещь, но оно так работает, потому что когда ты в прошлом что-то делал, это было твое решение. Когда ты сейчас раскаиваешься, это тоже твое решение. И чува, она снимает наказание. Поэтому в 20 лет можно сделать чуву раскаяться, и значит, все будет хорошо. Давайте вернемся к радости. Значит, 24-25 отрывок он говорил нам о радости. Должен ликовать воспитатель праведника, и должен радоваться папа умного, и должен просто радоваться и воспитатель, и воспитательница, и должна ликовать просто родительница. Бог хочет, чтобы мы радовались. Бог хочет, чтобы мы радовались, а сейчас специальное время радости. Вот сукот, сиди в шалаше, сиди в шалаше и нужно прямо сконцентрироваться, прямо включиться на 100%, чтобы радоваться всему, что у тебя есть. И специально так сделано, что когда ты уходишь в шалаш, в сукку, то ты не должен думать о завтрашнем дне, потому что ты вот, смотри, я живу неделю в шалаше. Вот моя кровать, стены вот такие, видите, стены, как они называются, фанерные стены, наверху, наверху, вот у меня наверху что, видите, наверху такой тростничок, тут праведник у меня, видите, в гостях, и рыб любая части тоже зашел. И когда ты понимаешь, что ты можешь получать радость от жизни даже вот в суке, главное не думать, что будет потом, не думать про карантин, не думать про возможные проблемы. О чем надо думать? О том, чему ты рад. Все, я рад кофе. Я рад, что, слава Богу, выполнил свой долг и как воспитатель, и как родитель. Родил, воспитал, все. Теперь я особенно рад, что теперь я свободен перед Всевышним от любого наказания за своих детей, потому что они сами теперь должны думать, слава Богу, они религиозные, слава Богу, они могут учить Тору, могут выполнять заповеди. И, значит, все, слава Богу, тысяча раз, что есть, такая у меня большое счастье, обучать столько людей, что сейчас на уроке у нас в Фейсбуке 250 человек, и в Инстаграме больше 20 человек, и, значит, вообще десятки тысяч людей. У нас сейчас, вы знаете, интересно, на платформе Ваикра за месяц, за месяц изучается 14 тысяч часов Торы. 14 тысяч часов люди смотрят уроки Торы, в общем, если взять время просмотра. 14 тысяч, это самый большой дом учения, наверное, в мире на сегодня, когда 14 тысяч, этим выражается желание понять, что Бог хочет, и выполнить то, что Бог хочет. Если мы начнем еще одновременно все, те, кто смотрят уроки, и те, кто делают какие-то действия, еще начнем делать заповеди, помогать друг другу, делать добрые дела, благословлять Всевышнего, и станем источниками духовной энергии, связи со Всевышним и радости, в этот момент в мире все исправится, и вместо коронавируса будет Бог-Царь. Если мы знаем, что Бог-Царь, не надо нас пугать с этими коронавирусами, и все неприятности, которые приходят в мир, они приходят потому, что мы отсоединяемся от Бога. Но как только идет соединение с Богом, сразу же бах, все, свет, радость. Кстати, вот это ощущение радости, это и есть индикатор того, насколько ты близко связан с Богом. Тот, кто отдален от Бога, он все время боится, беспокоится, злится. Тот, кто близко с Богом, он находится в таком состоянии полной, такой вот спокойной, постоянной радости. Вот так вот. Поэтому давайте вот именно поймаем это состояние и будем его усиливать, усиливать, усиливать. Все, всем хорошего, прекрасного дня, полного радости. Мадим ли Симхаз, маним, уходим ли Сосон. Все, будем сейчас веселиться, ликовать и радоваться. Все, всем пока, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok